Признают, что Бог есть, значит, Он Его сотворил. Мы Его творение. А зачем себя отравлять-то? Зачем отравлять себя? Это мы себе не принадлежим? Вы смотрите, вы в очень узком говорите о сигарете. Можно же о широком, о глобальном поговорить, а не о какой-то сигарете. Вы еще папиросы в руках крутите и пытаетесь усить человека, который в 20-м раз больше вас жил на земле. 12 лет жизни это стоит. Храм разрушаете Божий. А Господь говорит, то Храм Божий разрушит, того Бог покарает. А кто слышал Господя? Да, кто слышал? С апостола слышали. Он оставил нам Слово Свое, Слово Живое, что возлюбил мир, отдал Сына Единородного за нас, Христа, Который умер и воскрес. Я читал эту книгу. Читали? Я читал и Библию, и Коран. Ну, Коран в 5,6 раза меньше по объему. Он меньше. Кто написал эту книгу? Кто написал? Написано так. Апостола, считаем, Петра. Он говорит, писали, священное писание. Я отвечаю, вы на полслова, вы невежда. Я отвечаю, вы начинаете перебывать. Вам это не надо. Писали святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. Все писание бодухновенно. Вот что написано. А вы... Так, мы не разговариваем, когда человек отравляет себя. Бросьте папироску, поговорим. А откуда вы знаете... Я говорю, папироску бросьте, мы поговорим. Потушите. Я хочу курить. Ну, значит, так. Это вонючая трава дороже вам, чем Слово Божие. Вы обманщик. Вы бы обрадовались, бросили. Ну, одну минуту, потом сожрешь ты ее. В чай окурок брось, растопи. Здоровый дядька с бородой курит. Какой пример ты даешь? Сколько ты людей еще на злой путь наставишь? Я Аллах знаю. Да разве мусульмане учат тому, чтобы жизнь человечеству сокращать? У них голову отрезают за такие дела. Я даю такой пример, что пришел сюда в Содом и Гоморру, чтобы людям сказать, что их ожидает. Здесь половина, процентов 50 голые, и процентов 85-90. Мусульман, все блудники собрались здесь. Так, я вам ответил, бросьте папироску. Вам не надо ничего. Что у нас это рассказ? Не подтвержденный какими-то фактами научными. Не научно. Научно доказывать будете, что у вас глаза видят. Да вы видите, и достаточно вам этого. Что доказывать-то? Вы сейчас только, мы будем говорить, вы только не материтесь, не ругайтесь. Нет, я стараюсь. Даже не стараться не надо, у вас этого не должно быть. Так, здесь написано следующее. Писали ее святые божьи человеки, будучи движимым и духом святым. И 2000 лет, не один миллиард уже прошел здесь. Сегодня только 2 миллиарда 200 миллионов. И никакого доказательства. А эта жизнь, она меняет сразу. Вот я в 23 года обратился, а в это время я стильный на корабле работаю с деньги. А пустота. Подождите, подождите, стоп, стоп. Вы говорите, уже 2 миллиарда лет прошло с тех пор, как православная вера явилась на землю. Да, 2000 лет, не миллиардов. Я говорю, людей сколько уверовало? Миллиардов. Нет, вы сначала сказали миллиардов лет. Я сказал, вы не слышите, миллиардов людей, которые верят во Христа как в Бога. Сегодня 2 миллиарда 200 миллионов. Мусульман 2 миллиарда. И они верят в свою книгу. Я вам показал, вы не признаете. У них есть своя священная книга. У вас ничего нету, кроме грехов. И люди не верят в Бога, потому что утонули в беззаконе. И здесь половина мужиков голые лежат. Процента 85 мусульмане. Пришли и караулят, когда какая-то шалава подойдет к ним. Уважаемый, подождите. То есть вы хотите сказать, что буддисты утонули в грехе, в распуте, вот в этом всем? У нас написано в Библии, послание Галатам, 1, 8 и 9 стих. И говорит, кто будет проповедовать не то, что мы говорили, да будет анафема. У нас вот как написано. И нет другого имени под небом данного человеком, которым бы надлежало спастись. Деяние 4.12. У меня к вам такой вопрос. На земле, на планете, на которой мы живем, есть очень много разных государств, которые, в каждом из которых исповедуют разную религию. Каждая из религий твердит о том, что она истинная. И что тех, кто исповедует другую религию, нужно как-то... Ну, то есть вы так тянете слова, как будто после глубокого похмелья. Слушайте внимательно. Ни в одной религии нет пророчеств. Что будет дальше в мире? Слышите? Как проверить? У них нет пророчеств. А мы знаем, что дальше будет в мире. Библия говорит, и все на наших глазах исполняется. Две тысячи лет назад предсказано, какая политическая обстановка будет. Над всем миром один еврей. Столица Верусалима. Ему царствует 42 месяца. А вы как проверить? Мы не религию проповедуем, а любовь к Христову. Поэтому проверять очень легко. Вот написано было в Библии 2000 лет. И пала с неба звезда полынь. Отравила воды. Что это? Полынь – это черное белье, Чернобыль. Подождите. Вот вы говорите, что 2000 лет назад было предсказано про еврея, который будет при царстве 42 месяца. Кого вы имеете в виду? Не надо иметь в виду. Называется Антихрист и будет ставить знак 666. Назовите конкретно. Уже откровение 13 глава. 42 месяца. Вам сказали, что написано, все, чего нет, не рассуждаем, Златоус говорит. Вам что сказали? Что вся система мировая подчинится одному государству. И мы сегодня видим, евреи все захватили. Все банкиры, юриспруденция, печать, средства массовой информации. Все в руках евреев. Вплотную подошли. И никогда не ругай евреев. Иначе будешь проклят. Бог сказал, это сыны мои. Ну, вы в общем, в обочих шерпах об этом говорите. Вы хотя бы один факт назовите, который это доказывает. Доказывать не надо. Я вам сказал, вы не верите. Не надо. Вера не доказывается. Вот докажи вам сейчас, что был Пушкин. А как доказать-то? А там написать можно, его нет, он умер. А я только что видел, то верил. Это совершенно нигилист. Нигилист, он даже сомневается в собственном существовании. Подождите. Доказательство тому, что Пушкин на самом деле существовал, служат его стихи, его произведения и его могила, как минимум. Вот, пожалуйста, Христос воскрес, могилы нет, а труды его, вот они здесь. Почему вы не верите? Потому что вера в Пушкина ничего не дает. А здесь, говорит, ждет огонь вечный грешников. Извините меня, пожалуйста, но Библия – это не труд Христа. Я вам сказал один раз, два раза повторять уже, я буду спорить. Зачем спорить? Библия написали люди, другие. Не Христос ее написал. Он не писал. Ученики написали «Движимый Духом Святым». Я сказал, Библия писалась, слушайте внимательно, в течение 1600 лет она писалась. 1600 лет она писалась, 40 авторов. Библия. И ни одного противоречия нету. Есть, там очень много противоречий. Библию не читал, как солженец. Вот пить, я думаю, начнет, так и есть. Здесь в интернете, сейчас рулетки, все пьют, почему? Блудный огонь горит, и вы пытаетесь затушить та гиена, которая угрожает блудникам. Нигде этого нет, чтобы так пили. Я вот в пяти университетах вел занятия, двухчасовые, никогда не позволил стакан ставить на кафедру. А вы захлебываетесь, сидите. Как ребятишки маленькие. Женщины голыми грудями трясут. Мужчины тут рукоблудем занимаются. По какому предмету вы вели? Сказано, был город Содом и Гаморра. Мужчины на мужчинах женились. Сейчас полностью от идей парады идут. Подождите, подождите. По какому предмету вы вели занятия в университетах? Мировое искусство. О географии. История мировая. Вот какое. Каких университетах? Повторите. Каких университетах? Ну, в первую очередь, это Алтайский государственный университет. Алтайский государственный технический. 21 тысяча студентов. Из 18 стран учатся. Вы зайдите на наш ресурс, Ютуб. У нас 17 тысяч роликов. И вы увидите, как я веду занятия. Строим православную деревню с нуля. Где нельзя воровать, пить, курить, материться, лгать. При въезде в деревню написано. Курить на территории деревни запрещается. Я 45 лет начальник детского лагеря. Без помощи государства тысячи детей подняли. Бесплатно. Вы зайдите на наш Ютуб. И вы увидите. Никто этого не делает. 21 тысяча сел разрушены. Мы официально получили статус. Корпус депутата проголосовал. И на пустыре начали строить лопата в руках. А сейчас там государственная школа, храм. На свой счет дороги строим. На свой счет пруды. Не Путина ругаем, а работаем. Что вы сделали? Покажите. Мне Господь позволил написать в 38 томов. Я решил подарить библиотекам мира. Из Барнаула. Я в Барнауле. Мы дошли до Владивостока. Потом забросили груз с границы. Дошли до Лиссабона, Турцию. Прибалтику, Скандинавию, Север. 650 городов. И подарили книги на 35 миллионов. Что мы делаем? А книги имеют особое свойство. В пророческом духе. У меня опыт. За то, что я проповедовал. Первой стране издал архипеллах ГУЛАГ. Меня посадили. Я только в 87-м году освободился. У меня опыт. Мне 81-й год. И вы спорите, когда ничего не знаете. Нехорошо это. Я время трачу на вас. А вы сказали бы, а где можно больше узнать? Я бы сказал, в скайпе. Зайдите, Игнатий Лапкин. Я вам скину. Если вы говорите, что просто тратите на меня время. Что вам мешает просто переключиться на связи? Так, что нужно-то? Повторите. Если вы говорите, что просто тратите на меня время, что это бессмысленно. Так вы спорите. Я говорю, не надо спорить. Надо внимать. Вы знаете, как профессор... Я хочу поспорить. Если вам не нравится то, что я спорю, переключитесь на любого собеседника. Нет, нет, я не об этом хотел сказать. Не надо спорить. Вы еще в начальном развитии, как Преображенский шарик уговорил. Пьете. Какие мысли? Когда вы молились в последний раз? Когда в храме были? Я ни разу не был в храме. Ничего там и нету в голове. Пустышка. Вы не знаете мировую историю. Не знаете, что за этим последует. Я не верю в Бога. Я атеист. Вот. А то буддист, то атеист. Атеист это в дырку верит. Подождите. Подождите. Буддизм и атеизм, они друг другу не противоречат. Еще бы. Буддизм это больше не религия. Вы состояние нирваны достигнете и поймете, что такое карма. За ваши слова. Я опытным путем пришел к христианству. Исследую все религии. Я увидел, когда стал читать Христа. Библия понял, это не человеческое. Я испытываю, что такое Ленин. Что Гитлер говорил. Вижу, по-человечески хорошее. Стоп, стоп. Вы только что сказали. Вы поняли, что Библия это не человеческое. Да. Не люди составили, а Дух Святой дал им написать. Десять минут назад вы мне показывали Библию. Я еще раз покажу. Ее писали святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Это не человеческое. Я говорю, что Бог Духом Святым диктовал им. Они только писали. Руки их писали. Не они. Вы не заливайте этот огонь. Не можете. Пять минут проходит, глотаете воду. Притом ни один и вы. Все сто процентов. Нигде такой вот нету дури, как здесь. Я спрашиваю, а кто сейчас рулетку изобрел? Ни один не может ответить. Мальчишка. Андрей Терновский. У которого 15-17 лет. Еще не знаю точно. Я говорю, двоечник. Экзамена не знал. Стал думать. И всех блудников с мира собрал сюда. Он стал через неделю миллионером и на глазурный берег в Америку уехал. Вы маленько смотрите. Мы пришли людям сказать, что ожидает. Геона огненная с сатаной, если не уверите. Верующим в Сына Божия иметь жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие Тиана 3.36. Вы приведите хоть одно доказательство того, что неправильных людей при жизни после смерти ожидает... Озеро огненное гиена с сатаной. Что такое? С сатаной. Неверующий в Бога представляет Бога лживым. Давид 3000 лет написал в 13-й Псалом 52-й. Сказал, безумец в сердце своем. Нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добра, нет ни одного. Неужели Господь не отомстит за это? 3000 лет назад, как будто сегодня утром сказано. А как Вы считаете, для чего служит вообще религия? Для каких целей? Для чего? Для каких целей служит религия? Я второй раз повторяю, третий раз. Я не о религии говорю, молодой человек. Я говорю о Христе, что Он умер за нас и дарует прощение. Он умер за наши грехи. Вот в Москве Третьяковская галерея, и там есть явление Христа народу. Одна комната, посвященная картине Иванова, 20 лет рисовал. Идет Христос на холме, а тут Иоанн Креститель крестит людей. И он говорит, Евангелие Теанна 1, 28. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иисус пришел не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Лучшие люди мира верующие были. Сегодня лауреатов Нобелевской премии 98%. Атеистов 8,5%. Но они совершают 99,9% преступлений. Для них нет узды. Надежда Константина Крупская говорила, узда для масс религия. А мы не религию проповедуем, а Христа. Я имею связь с ним, я молюсь и получаю ответ. И это все знают, которые рядом. Не просто так, а люди высокого ранга. Какого высокого ранга? Что за люди? Ну, я скажу, мэр города. Входит в лучшую десятку мэров России. Вам достаточно? Прокурор, край, генерал-лейтенант. Нет, не достаточно. Ректор института приходит при студентах, меня обнимает, целует. Я преклоняюсь перед этим человеком. Ни один чиновник у меня не вызывает уважения. Чиновник был когда-то. Он уверовал. Чиновники, они просто... Да ему зачем со мной? Я на капельре стою, он зашел, и передо мной бы кланялся. Нигде он больше не кланяется. Нигде. Профессорский состав, я только зашел, он встал, при всех профессорах обнимает. Нет, и я вам все покажу и расскажу. Сделайте. Я перед вами же не прячусь. Вот, смотрите внимательно. У меня в руках книга. Книга книг называется. Во всем мире на первом месте. Пожалуйста, познакомьтесь. Так, в ней дается ответ на все наши жизненные вопросы. И что за гробом будет, и как мировая история дальше будет развиваться, и чем закончится. И вы можете мне задавать вопросы. Мы не случайно встретились? Только я почти очень прошу, не ругайтесь. Ну, а какие вам вопросы задать? Любые, любые. Для чего человек сотворен Богом? Как жить? Почему вот эту рулетку так полюбили? Все блудники сюда собрались. Мусульмане. Почему? Ну, почему? Отвечай, я мусульманам говорю. Потому что дома у тебя разрешает твоя книга священная. Ваша книга, не моя, священная. Вот смотрите. Она разрешает вам четыре жены иметь. За большой колым каждая. А тут 44 даром и голая. И вы, южные жеребцы, пашите на русских кобылах тут. Старый. Так, вы не ругайтесь, только просьба. Мы не ругаемся. Я старый. А вы безбородый? Я знаю. Я и не отрицаю этого. Я не отрицаю. Мне 81 год. 81 год. Да, борода до жарости. А вы не можете объяснить, почему безбородый? Потому что подкаблучники. Баб боитесь своих. Это власть твоя над женой. Поэтому разводы идут и прочее. А у нас разводов нету. Ни одного. Потому что мы строим православную деревню. Где можно поселиться. Не лжет. Поэтому вы и живете один, я так понимаю. Я не один. Я как живу. У меня десятки друзей каждый день. У меня только на канале посещаемость. Я понял вас. Из-за того, что у вас борода есть. И вы из-за этого без супруги живете, так? Да как же. Вот она села. Рядом. Зачем я вам буду? Ну где, где? Ну я показал рукой. Вот она. За стенкой. Я тоже могу показать. Вот моя борода. Ну а раз вы не верите, зайдите на наш YouTube. На YouTube. Зайдите на наш канал. И вы увидите. Вам будет очень интересно. Старый, зря ты говоришь. Нет, не зря. Потому что разводов сегодня в стране 86,5%. И... Вот смотри, вот ты мне сейчас сказал, из-за того, что я бороду не ращу, или как ты там выразился, поэтому ты сделал вывод, что я подкаблучник. Да большинство, я на вас не говорю конкретно. Вообще бреды, я знаю, почти все подкаблучники. Ты мне несколько минут тому назад сказали, вот именно эти слова. Ладно, 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 ладно. Ну вы же знаете себя, свою биографию-то. Зачем вы теперь начинаете говорить? Да неразведенного ни одного нету. Зачем тут ходят? Ждут, когда разденется. Они сидят здесь, анонизмом занимаются. Голые. Бабы сиськами трясут. Это Содом и Гаморра. Зачем вам тут быть? Я пришел сказать, что живет человек для святости. А они живут здесь до разврата. Их ожидает огонь вечный. Человек для святости. Вы сами зачем здесь? Затем. Затем. Господь говорит, идите и возвестите им, что ожидает их. Господь посылает. По всему миру. Идите и пропадайте Евангелие. Я прошу не ругаться только.